45 миллионов рублей направит Минприроды на закупку измерительного оборудования на стационарные и передвижные посты. Такое поручение дал губернатор Рязанской области Павел Малков. По словам первого замминистра Александра Акимова, это будет дублирующий комплект. Он будет применяться, когда оборудование постов будет проходить проверку. Как правило, это занимает 2-3 месяца. И раньше в этот промежуток времени никаких замеров не было. Теперь будет страховка. Даст самое главное – непрерывность замеров. Непрерывность проведения замеров на наших постах стационарных и лабораториях. Это даст нам возможность удовлетворить запрос общества. Потому что общественность очень негодует, когда наши посты и лаборатории уезжают на поверку на 2,5-3 месяца. Расположение стационарных постов мониторинга определила еще в 2008 году главная геофизическая обсерватория имени Ваейкова. Спустя 5 лет документ доработали. Сейчас в нем определены точки не только для стационарных, но и передвижных постов, чтобы объективная картина была по каждому микрорайону. Маршруты передвижной лаборатории строят на основе обращений местных жителей. Стационарные посты, которые расположены у нас в Канищево, это на территории областной больницы, в Кремле, на территории Кремля и в Дашковой песочке, это на территории 11 больницы. Они работают в автоматическом режиме. То есть там стоит оборудование, которое делает замеры каждые 20 минут, круглосуточно, и днем, и ночью. И информация направляется о замерах на сервер. Соответственно, сервер информации может сниматься как на компьютер, так и на устройство с андроидом. Измерение состояния атмосферного воздуха Министерством природопользования – это, конечно, не столько обязанность, сколько право. Поэтому свои замеры проводят параллельно Росгидромету, на которой по закону и возложено обеспечение государственного мониторинга окружающей среды. С появлением нового оборудования, которое поставят в регион уже в первой половине года, рязанцы будут постоянно получать информацию о состоянии воздуха, а Министерство – выявлять источник загрязнения.